Здравствуйте, друзья! При освоении теоретических знаний мы частенько начинаем отвлекаться от тематики, когда не чувствуем связи этих знаний с практикой. И поэтому сегодняшнее, дальнейшее чтение книги «Теория игр для флота» я решил начать с отдельной выдержки из этой книги, которой как раз содержится ссылка на то, что применение этой теории может иметь огромную практическую значимость. Итак, вот начнем с абзаца. Так в книге главного маршала артиллерии Воронова на службе военной приводится поучительный пример, когда шаблон в боевых действиях привел к неоправданно большим потерям наших войск. Шаблон заключался в том, что перед каждым наступлением наша артиллерия отрабатывала передний край обороны противника, а затем переносила огонь в глубину. Учитывая это, противник с началом артподготовки уходил в глубину своей обороны, а после переноса огня занимал передний край. В результате, артподготовка не достигала намеченной цели и наступавшие войска несли большие потери. Только тогда, когда наша артиллерия перешла к более гибким действиям, чередуя артподготовку по глубине с артподготовкой по переднему краю, противник был уже не в состоянии предпринимать действия, снижающие ее эффективность. Следовательно, чередуя даже два различных способа, можно обеспечить гораздо больше успех, чем придерживаясь только одного. Теория матричных игр не только определяет, какие способы должны чередоваться, но и обосновывает пропорцию частоты их чередования, описываемую смешанной стратегией. И в дальнейшем автор рассматривает различные концепции, положения, теоретические выкладки в основном именно на таких практических примерах. Теперь, когда наша мотивация несколько, вот в частности, например, вот на таком практическом примере, который имел место во время войны Соединенных Штатов и Японии. Теперь, когда мы повысили свою собственную мотивацию, у нас есть основания для того, чтобы нацелиться на получение дальнейшего, получение теоретических знаний. Остается только вот найти, поскольку, к сожалению, содержание здесь не дается, но вручную сейчас найдем, но сделаем вот другим образом. Итак, мы перелистнули в нужное место и можем начинать с чтения. Параграф 1.3. Основные понятия и составные части теории игр. Первая часть под параграф. Содержание и основные понятия теории игр. Исход конфликта между двумя или более сторонами зависит не только от решения, принятого одной из сторон, но и от ответных действий других. Предугадать этот исход и тем более определить действия, при которых, несмотря на контрмеры противника, он оказался бы более благоприятным, чрезвычайно сложно. Действительно, предположим, что произошло взаимное обнаружение противолодочной и ракетной подводных лодок, из которых первая атакует сторона А, а вторая сторона Б после обнаружения шумов торпеды выполняет маневр ускорения с использованием средств гидроакуистического противодействия ГПД и путем изменения элементов движения, скорости хода, курса и глубины погружения. Пусть сторона Б может поставить один из К имеющихся у нее средств ГПД, изменив на L узлов скорость хода, на P градусов курс и на H метров глубину погружения. Например, поставить прибор помех типа L, увеличить скорость хода на 10 узлов, изменить курс на 30 градусов в сторону от торпеды и погрузиться на глубину 100 метров. Очевидно, что все возможные комбинации постановки тех или иных средств ГПД в сочетании с различными элементами движения сводятся к N способам уклонения B, которые, естественно, обозначат через B1 и через сапитую BN в качестве крайнего способа. В первую очередь, стреляющий корабль сторона А может на каждый из способов B от B1 до BN ответить одним из способов стрельбы от A1 до AAT. Следовательно, в данном конфликте участвуют две стороны. Противолодочная подводная лодка сторона А, выполняющая стрельбу торпедами, и ракетная подводная лодка сторона B, уклоняющаяся от торпед. Конфликт имеет два исхода. Исход номер один – попадание торпеды в цель. Исход номер два – не попадание торпеды в цель. Сторона А заинтересована в исходе номер один, сторона Б в исходе номер два. Заинтересованность стороны А состоит в максимизации, а стороны Б – в минимизации вероятности попадания. На основании содержательного описания конфликта можно построить его формальную модель – матричную игру, таблица 1.1. Давайте сначала к ней обратимся. Вот такая матричная игра. Здесь будут способы действия стороны А в строках и в столбцах будут способы действия стороны Б. И на пересечении каждого способа действия, допустим, А1-Б1, это у нас будет приобретать игра значения А1-1. Например, при пересечении в столбцах А от И и Б от G у нас будет приобретать значение А от И и G. Теперь, когда мы понимаем, как выглядит матрица, мы можем дальнейшему чтению разрешать. Из таблицы видно, что если сторона А выберет, например, способ А2, то исход конфликта, характеризуемый критериями эффективности А2G, G здесь в диапазоне находится от 1 до N, будет целиком зависеть от выбора способа действия стороны B. Аналогичный вывод можно сделать по отношению любого другого способа действий стороны А. В этих условиях естественным подходом к решению проблемы выбора оптимального способа стороны А является сравнение между собой всех способов при условии выбора стороной B каждого из своих способов. Например, сравнивая способ А1 со способом А2, можно в частном случае установить, что способ А2 обеспечивает достижение лучшего результата, если каждый элемент его строки больше соответствующего элемента по столбцам, строки способа А1. Если путем подобного сравнения найдется такой способ АИТ, каждый элемент строки которого больше соответствующего элемента по столбцам любой другой строки, целесообразно применить способ АИТ. В остальных случаях выбор способа стороной А может быть осуществлен только для определенной гипотезы о действиях стороны B, то есть для ее конкретного выбора некоторого способа действия. В том случае, если сторона B имеет некоторое вероятностное распределение на множестве всех способов действий, то, естественно, будет определить математическое ожидание критерия эффективности для каждого способа стороны А. Ну и оно будет определяться, вот исходя из приведенной формулы. Я не буду ее зачитывать, но она достаточно как бы простая на самом деле. Где А от И со штрихом наверху, это математическое ожидание величины и критерия эффективности способа АИТ, а Y от G это вероятность выбора стороной B способа B от G. Тогда способы действий стороны АА можно сравнить по АИТ и выбрать тот, при котором АИТ штрих наверху будет максимальным. Таким образом, для применения в условиях конфликта обычных методов оптимизации необходимо задаться или гипотезой о действиях противника, или законом распределения их вероятностей. Однако, для конфликтных ситуаций характерным является как раз то, что отдать предпочтение какой-либо гипотезе не представляется возможным, а методов определения законов распределения вероятности выбора противника в своих действиях просто не существует. В связи с этим возникает необходимость теории игр как теории математических моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности. Необходимо заметить, что, как справедливо отмечает Воробьев, неопределенность в условиях, в которых субъект принимает свои решения, прежде всего касается решения, принимаемого другой стороной или другими сторонами. Обычно в теории игр рассматривается именно этот вид неопределенности, то есть неопределенность нестахастического типа. Однако, не следует полагать, будто теория игр занимается вопросами принятия решения при полном неведании об обстановке, то есть в условиях полного отсутствия информации о противнике или районе. Выбор оптимального решения в условиях конфликтах всегда должно предшествовать накоплению достаточной информации. Так, выявленные элементы обстановки определяют множество способов действия сторон и значения критерия эффективности как функции, заданной на этом множестве. Неизвестные же элементы обычно обуславливают отсутствие любой, даже вероятностной информации о возможных реализациях того или иного способа действий противника. Таким образом, любую неопределенность можно расчленить на известную и неизвестную части, а затем построить теоретико-игровую модель боевого действия, игру формальное описание которой было дано в параграфе 1.2 системы 1.2-1.5. Теория игр занимается играми именно в указанном выше смысле. Основными понятиями теории игры, если исходить из ее определения, являются понятия формализации конфликта, принятия решения и оптимальности решения. Формальное описание конфликта было дано в параграфе 1.2. Оно состоит в задании систем, опять же, от 1.2 до 1.5, называемых играми, правые части которых являются формальными обозначением их правил. Формализация принятия решения состоит в описании процесса выбора стратегии как элемента абстрактного множества. Однако такая формализация возможна, когда решения принимаются каким-то однократным актом. Для отображения возможной динамики решения, когда оно вырабатывается постепенно, шаг за шагом, стратегия должна рассматриваться как объект, имеющий внутреннюю структуру, которая изменяется в зависимости от информации о ходах других игроков и о случайно изменяющихся параметрах. Формально это приводит к представлению стратегии как функции, заданной на множестве информационных состояний стороны, принимающей решения. В свою очередь, каждое информационное состояние принимается как некоторый класс истинных состояний, в которые объединяются состояния, неразличимые в момент принятия решения. Возможными значениями функции на каждом из информационных состояний являются те частные решения, которые могут быть приняты в этот момент. Однако теория игр занимается не вообще выбором решений в условиях конфликта, а выбором оптимальных решений. Поэтому, как отмечает Воробьев, применительно к каждой игре, ровно как и к каждому классу игр, необходимо установить, что такое оптимальное решение, существуют ли оптимальные решения в данном классе игр, и, наконец, каким является оптимальное решение в данной конкретной игре. Спасибо, друзья! Хорошего дня!